Рассмотрим граф. Полграф на 2n-1 вершины. Разумеется, из каждой вершины выходит 2n-рёбер. Давайте посмотрим на граф К5. Он состоит из звёздочки, вершины вот этих вот точек и, собственно, пятиугольника. Можно представить себе, что они выкрашены в один цвет, а диагонали выкрашены в другой цвет. Мы получаем разбиение графа К5 на 2 гамильтоновых цикла. А здесь у нас один гамильтоновый цикл. Отлично. Давайте возьмём граф на 7 вершинах. Полный граф на 7 вершинах. Оказывается, можно и в нём покрасить ребра в три цвета так, что ребра каждого из цветов образуют семиугольник. То есть разбить его на три гамильтоновых цикла. Это уже не так просто, хотя, в общем, и не так сложно. Вот первый. Давайте теперь я пойду через вершину. И все ненарисованные образуют ещё один семиугольник. Не знаю, насколько это видно, но если я сами нарисуюсь, то убедитесь. легко понять, что если число 2n плюс 1 является простым, ну то есть это 5, 7, 13, или там 11, 17, 19 и так далее, то такого рода конструкция всегда работает. Смотрите, мы по окружности вставим вот это самое простое число точек. И после этого идём по принципу через сколько-то точек, потом через столько же, через столько же и так далее. Поскольку число простое, то замкнёмся мы только, когда пройдём по всем вершинам. Вот это и будет гамильтоновый цикл. Однако оказывается, что полный граф на 2n плюс 1 вершине можно разбить на n элитоновых циклов всегда. Независимо, простое число 2n плюс 1 или составное. Первый непривиальный пример число 9. То есть, как обычно формулируют эту задачу в этих олимпиадных спорниках. Есть 9 человек, они должны 4 раза усесться за круглым столом, чтобы каждый раз у каждого из них оказались бы новые соседи. То есть, 9 минус 1 это 8. Значит, один раз расселись, у человека два соседа. В следующий раз у него другие два соседа, в следующий раз другие два соседа и так далее. Заведите, конструкция, которую я рассказал, не работает. 9 число составное. И если мы возьмем 9 точек по окружности, то там есть вписанный правильный треугольник. Не работает. Однако, если мы нарисуем... Итак, в цены вершины номер 0, а здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Отлично. Каким образом будем составлять цифры? Вот как. Смотрите. От 0, цифры 0. Идем вверх. И после этого проводим все перпендикулярные формулируют. Ну, естественно, напротив 0 для единицы, значит, через 0, когда проведете, будет диаметр или будет пятерка. Поэтому 0 с пятеркой тоже соединяем. И вот теперь выходим из единицы в двойку, в восьмерку, в тройку. Вот так. Согласитесь, что получился цикл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Давайте я его выпишу. 0, 1, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5. Такой получился цикл. А вот теперь надо эту конструкцию повернуть. Таким образом, чтобы единица повернулась бы в восьмерку, 8 плюс повернулась бы в 7 и так далее. И при этом повороте вот этот вот диаметр перейдет в диаметр 8, 4. Так, это более-менее понятно? Давайте посмотрим, что при этом произойдет. Как у меня на картинке, что значит единица перешла в восьмерку, 8, 7. Фактически надо ноль оставить на месте, под единицей написать 8, под двойкой написать 1. Под двойкой написать 2, здесь 6, 3, 5, 4. Потом повернуть еще раз. Тогда ноль будет еще-еще. Это уже перейдет в семерку. Единица перейдет в 8, 6, 1, 5, 2, 4 и 3. Отлично. И последнее. Опять мы читаем по единице. 6, 7, 5, 8. Проверяйте, что единица переходит в восьмерку. 4, 1, 3, 2. Проверяйте. Сейчас надо убедиться, что каждая цифра, что я нигде не ошибся, что действительно каждая цифра с картой встретилась рядом ровно один раз. Считается, что 0 с 5, это 6, это цикл. Каждый раз у нас цифра. Ну, не знаю, возьму какую-то цифру. С 7, 8 здесь. 5, 6 здесь. 4, 0 здесь. 1, 2 здесь. И так далее. В общем, если вы посмотрите на картинку, то более-менее понятно, почему это так все получается. Посмотрите, у нас хорды есть двух типов. Есть хорды, которые перпендикулярны одному из радиусов ведущих в вершину. А есть вот такие. Перпендикулярно дает прямую, которая проходит через центр круга, но не проходит через вершину. И вот у нас они чередуются. И каждая хорда попадает ровно в одну из таких поверхностных картинок. Таким образом, мы сумели разбить для любого числа, не только простого, но для любого нечеркного числа, граф k2n плюс 1 на n габилетоновых циклов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова